Есть в жизни такие моменты, когда человек по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасательным кругом для него становится поддержка социальных работников. Профессиональный праздник сотрудников сферы социальной защиты населения отмечают в нашей стране с начала 21 века. Социальная помощь поистине бесценна. Она является очень значимой для общества. Главное, что отличает занятых в этой сфере – доброта и милосердие. Люди этой профессии в своей работе проявляют неравнодушие и душевную щедрость. Представители различных учреждений социальной сферы собрались в Большом зале Городского дома культуры на торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко поздравил приглашенных и их коллег с Днем социального работника. Я хотел бы низко поклониться за ваш труд, за ваше милосердие, за вашу доброту, отзывчивость, за ваше чуткое сердце. В вашей отрасли работают только такие люди. Я хочу пожелать вам, вашим семьям, вот то добро, которое дарите вы людям, ту теплоту души, чтобы оно возвращалось и вам. Система социальной защиты в нашем районе, как и по всей Кубани, стала настоящей опорой для пожилых и одиноких людей, ветеранов, инвалидов. Именно социальные работники стараются сделать так, чтобы жизнь их подопечных стала более светлой и радостной. Самые добрые слова в адрес всех сотрудников сказала начальник управления социальной защиты населения Славянского района Марина Соломатина. Это особенный праздник. Это праздник добрых людей, это праздник отзывчивости, это праздник милосердия. Каждый день вы помогаете ветеранам, инвалидам, детям. Ваш труд очень ответственный, благородный. Он требует не только профессионализма. Ваш труд, уважаемые коллеги, требует сердечной доброты. Я от всей души вас поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, служения, служения на благо жителей нашего Славянского района. Лучшие из лучших были награждены благодарственными письмами за добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в социальное обслуживание населения. В их числе были Мария Михайлова и Евгения Шакила. Когда я пришла работать, я была совсем новичок в этой сфере, но благодаря опытным наставникам, сейчас я себя чувствую уверенно, мне нравится моя работа, я хочу продолжать здесь работать. Работа, это, конечно же, нелегко, она требует знания какого-то, опыта. Я работаю всего лишь три года, но мне это нравится, потому что это работа с людьми, с семьей, с детьми. Работаю с 2005 года, все мои подопечные, дедушки, бабушки, наши инвалиды, вообще жители, они родные мои уже стали, и без них никак и никуда. У нас в отделении работает 9 социальных работников, которые оказывают социальные услуги, помощь бабушкам, дедушкам. Ну, конечно, работаем на качество, на удовлетворение получателей социальных услуг. Все очень довольны, как бы благодарны. Вот за последние два дня поступает много звонков с поздравлениями, с благодарностями от наших получателей. В социальной сфере каждый раз с работником не сможет работать. Человек должен быть открытой душой, любить людей, обязательно любить, помогать, уважать. Это теплота душевная, ну, не каждый сможет. А особенно тепло с праздником поздравили ветеранов отрасли. Одна из них – Людмила Рудот, которая проработала в социальной сфере 24 года. Правительство решило помогать малоимущим семьям, то есть назначали детские пособия. Вот я на них и пришла. То есть пришла в качестве просто инспектора. Ну, а потом я трудилась, ладно, на этом все у нас, процесс шел. Ну, детские пособия увеличились с количеством, качеством. Дошла я до заместителя, руководителя отдела. Вот такая моя трудовая деятельность. Значит, что я хочу сказать? Что внимание вообще к людям и доброта человеческая – вот это самое главное в нашей работе. А бояться не нужно. Просто нужно ко всему относиться с душой, с добротой, ну, в общем, с чистым сердцем. И тогда и люди будут это понимать. В честь социальных работников творческие силы Славянского района дали хороший концерт. Кружится планета в ледяной ночи, но другой не будет, сколько не ищи. Ни судьбу, ни ветер, только не гляни. И того, кто рядом, руку протяни. Если можешь помочь, помоги. Если можешь согреть, отогрей. Если можешь сберечь, спереди. Среди тысячи дней и ночей. О самоотверженности сотрудников в этот день говорилось много. Труженики первыми принимают на себя волну проблем и забот от людей, которые не могут самостоятельно справиться с трудностями. Профессия социального работника не только нужна и важна. Она требует высокой квалификации, новых знаний и умений. Но самое главное – они всегда состраданием относятся к нуждающимся. Их работу можно назвать настоящим служением людям. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа События.